Здравствуйте, дорогие друзья! Еду на вечерний вебинар, есть время, но уже смеркает, поэтому может быть будет не очень хороший свет, но давайте все-таки поговорим, потому что тема важная, не знаю, когда будет следующее время ее записать. И хочу сегодня поговорить с вами про то, как стыд разрушает нашу жизнь. Все об этом знают, что это плохое качество, вернее, чувство, но мало кто знает, насколько деструктивное это чувство. Более того, я знаю категорию людей, которые вообще взрастили в себе целую субличность, которая так и называется «мне всегда за все стыдно», а есть те, которые этим еще даже немножко гордятся, по типу «я стыдливая», «я скромная», ну и начинают уже это все дело там вообще в какой-то позитивчик выстраивать. Для того, чтобы вы смогли исследовать в себе это чувство, для того, чтобы вы могли его еще и проработать, я советую вам сначала меня послушать, а потом сделать для себя упражнение. И будет хорошо, если вы его по-настоящему сделаете. Для этого вы возьмете ручку с листочком, сядете, расслабитесь и напишите номер один, и зададите себе вопрос. По каким признакам я отслеживаю, я понимаю, что человек испытывает стыд? Вот он вам не говорит, но вы так понимаете, что ему стыдно. И вы пишете, по каким признакам? Номер два. Как я, по каким признакам я в себе понимаю, что мне стыдно? Никакого ума, никакой головы, никаких мыслей, только чувства, тело и, может быть, образы, которые идут из тела, из вот этих вот телесных реакций. И, вероятнее всего, большая часть из вас начнет это исследование с и, я хочу, у меня краснеют щеки, да, я сгораю. Можете вспомнить какую-то актуальную ситуацию. Я хочу провалиться сквозь землю, я хочу сбежать. Но сбежать, это не покинуть это место, это тотально убежать. То есть, провалиться, исчезнуть, перестать существовать. И вот в этом и кроется самый глубокий вред от данного чувства. Потому что это чувство не просто на саморазрушение, это чувство на тотальную смерть, на перестать жить, на перестать существовать. Но вы на этом не останавливайтесь, пожалуйста. И вы подумаете о том, что я чувствую, когда я сгорел, перестал существовать, пропал. И вам, может быть, даже тело скажет, ну все, меня нету и нету. И что я чувствую, когда меня нету? Вероятнее всего, побыв там, посидев там, вы можете вдруг вспомнить, что есть тот, кто об этом знает. Потому что, как правило, если это не в чистом виде первичное чувство, потому что, если это стыд по поводу, то там будет угрызение совести, это будет первичное чувство. И с ним немножко нужно по-другому работать. Я, скорее, сейчас хочу про системные чувства с вами поговорить. Про те чувства, которые немножко неадекватные, когда вы регулярно испытываете это. Непонятно даже почему. По поводу и без повода, как говорится. И вероятнее всего, там будет тот, кто видел. Давайте так, условно, да, если вы пукнули у себя в туалете, это одно. А если вы пукнули не просто в общественном месте, а среди людей, которые для вас авторитетно важны, это будет немножко по-другому. И вероятнее всего, тогда пойдет обратная реакция. Вам тогда захочется, чтобы сгорел, пропал, провалился сквозь землю тот, кто знает, тот, кто видел, тот, кто слышал. Потом вы снова спрашиваете у себя, и что я чувствую после того, когда и его нету. Посидите там, вероятнее всего, потом может оказаться, вдруг он кому-то рассказал. Ну и рано или поздно, если вы по-настоящему проделаете это упражнение, вдруг окажется, что вы разрушили всю Вселенную. Вообще все, тотально. Ну, как минимум, нашу планету, наш мир. К чему я веду? К тому, что чувство стыда, это чувство самоуничтожения. И если вы регулярно испытываете это чувство, а у нас, мы являемся кем? Мы являемся телом, да, это разрушение тела. И мы являемся хозяевами своей жизни, и наш мир, это наша жизнь. Соответственно, этой смерти я желаю вообще себе. Вопрос, что с этим делать, да? Первое, ни в коем случае нельзя разрешать этому хроническому чувству продолжать жить в вас. Если оно неадекватное, вероятнее всего, оно системное. Системное, это значит, оно пришло из вашей системы, а это или из родительской семьи, родовой системы, или из кармы. Что для этого нужно? Возьмите три листочка, сделайте такую небольшую кайтен-сессию, а еще лучше купите у нас инструмент кайтен-сессии, как решить свою проблему самостоятельно, чтобы вы по-настоящему смогли это проработать. Пока это так, да, просто скорая помощь. Положите этих три листочка в стопочку, где у вас верхний листочек, мои чувства стыда моей текущей жизни, чувства стыда моей родовой системы, и чувства стыда, которые я испытывал в реинкарнации. Особенно, если это в контексте какого-то конкретного вопроса, который вас гложет, который вам мешает жить. И вдруг окажется, что когда вы разложите эти листочки, постоите телом на родовой системе, а вам нужна даже не личная жизнь, а родовая система и реинкарнационная, то окажется, что вы испытываете вот это чувство, ваше тело сжимается, у вас, может быть, горят щеки, вы куда-то проваливаетесь, растворяетесь. Это или из родовой системы, или из реинкарнации. Если из родовой системы мы выдыхаем, склоняемся перед нашей родовой системой, и говорим, мои дорогие предки, это чувство принадлежит вам, судя по всему, там кто-то не раскаялся. Может быть, это ваш отец, который пил, агрессивный был, и не испытывал чувства стыда по поводу того, что он причиняет вред, боль своим родным и близким. Может, это какой-то дед, который где-то в КГБ был, еще где-то, может, это кто-то. То есть кто-то, кто это чувство не испытал, а вытеснил его в систему. И вы сейчас в этой системе его испытываете. Так, я смотрю, что темно. Ну, ладно, расскажу, правда? Так, или если это из реинкарнационной системы, то тогда мы за что-то не попросили прощения. Просите прощения, и вам легчает. Это такой легкий способ скорой помощи. Конечно, с этим надо работать более глубоко. Если вы, женщина, приходите к нам в группу в Фейсбуке, бесплатные вебинары Ирины Ищенко, мы там прорабатываем эти все чувства, состояния, и штопаем, скажем так, эту женскую структуру. Если вы мужчина, можете приобрести у нас к интенсии или пойти к какому-то специалисту и поработать, потому что вы не найдете ни одного успешного человека, который испытывает это чувство. Вы не найдете ни одного счастливого человека, у которого регулярно необъективное, неадекватное чувство вины. Позаботьтесь, пожалуйста, о том, чтобы одна из самых базовых программ, саморазрушающих программ была вами проработана, нивелированная, и вы смогли пойти к своей счастливой и чудесной жизни. Все, я буду заканчивать, потому что я смотрю, темнеется больше и больше. Ну, в принципе, информации для вас достаточно. Желаю вам, чтобы вы испытывали только самые позитивные и самые яркие чувства в вашей жизни. А если у вас есть чувство стыда, то пусть оно будет адекватным, объективным, как знаком того, что где-то за что-то нужно попросить прощения, что где-то что-то нужно уладить, что где-то что-то нужно завершить. И тогда чувство стыда будет вам большим помощником. Спасибо большое и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok